Да любое слово можно забыть. Ложка, стол, стул. Они говорят очень медленно и очень понятно. Если спикер бубнит что-то невнятное, то в переводе тоже будет что-то невнятное. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя. А они расскажут, как все есть на самом деле. Ты смотришь 10 глупых вопросов. Меня зовут Вера Колдаева, я переводчик-синхронист. Нет такого понятия обычный переводчик. Есть просто переводчик. Переводчик может переводить последовательно, может переводить синхронно. Разница лишь в том, что последовательный переводчик работает, когда оратор делает паузы, а синхронный переводчик работает одновременно с оратором и слушатели слушают этот перевод в наушниках. Оперативная память в мозгу. Затрудняюсь вообще ответить на ваши вопросы. Еще мультитран, конечно, помогает любому переводчику-синхронисту. Особенно, когда рядом сидит напарник, он открывает свой ноутбук, открывает там мультитран на случай, если какие-то слова вывалятся из памяти. И быстренько-быстренько смотрит, пишет, подсказывает. Мультитран – это, наверное, один из самых популярных словарей онлайн и офлайн, в которые коллеги как раз добавляют различные термины, различные новые выражения, словосочетания, которые они встречали вот-вот свеженькие на каких-то мероприятиях. Никакое не волшебство, это просто два навыка. Одновременно человек слушает и говорит, соответственно, встает оратор к микрофону, выходит оратор на сцену, либо он взаимодействует с аудиторией, начинается его речь, переводчик слушает в наушниках речь оратора, и условно есть такое правило, отступая на три слова, за ним начинает формулировать фразу на языке, который понимают слушатели. Как правило, переводчику идет за спикером, то есть стиль перевода во многом определяется стилем спикера. Если спикер губнит что-то невнятное, то в переводе тоже будет что-то невнятное. Этому нельзя никак противостоять и прилагать какие-то даже ментальные усилия. К сожалению, из практики не получается для того, чтобы как-то поправить или... А зачем? Мы же должны передавать оригинал. Вообще, да, если спикер экспрессивно выражается, используя какие-то нецензурные или ругательные выражения, он высказывает свое мнение, и он имеет на это право, поэтому да, мы доносим этот смысл. Может быть, где-то дипломатически сглаживай, если такой ситуации требует обстановка. Переводить, идти дальше, искать синоним. Это, наверное, самый страшный вопрос для всех студентов, и самый страшный вопрос вообще для любого переводчика на любом мероприятии. Вот ты приходишь, ты никогда не знаешь, как будет. Даже несмотря на то, что тебе дают материалы, даже несмотря на то, что ты знаешь тему, всегда можешь забыть, да любое слово можешь забыть, ложка, стол, стул. Как-то, опять же, этот компьютер, волшебный мозг и память, они помогают эти моменты обходить, всегда находится какой-то синоним, либо описательный. Перевод фильмов, перевод художественной литературы, перевод подобного материала, он связан во многом с культурологическим пластом. Например, вышла «Зеленая книга». «Зеленая книга» имеет некую предысторию в американской культуре. Само по себе словосочетание это американцам говорит очень многое и дает им очень много ассоциативных культурологических посылов. Для нас она не говорит вообще ничего, поэтому какие варианты у переводчика? Либо переводить дословно, либо искать какой-то эквивалентный культурологический аналог, который вызовет такой же ассоциативный ряд у российского зрителя. Поэтому криво-некриво, я склонна думать, что любой вариант перевода художественной литературы, либо фильма, либо фразы, тем более название, это максимально адаптированный, максимально подходящий вариант к контексту. Ну и рынок тоже нужно учитывать, чтобы название звучало броско, наверное, громко, чтобы оно привлекало, продавалось. Знать культуру, переводить пословицы, поговорки, библеизмы, цитаты исторических личностей – еще один страх и ужас всех студентов. Некоторые педагоги на этом особенно концентрируются. Просто знать эквивалент и стараться понимать, что лежит в основе нашей поговорки, что лежит в основе поговорки, которая может передать подобный смысл в другой культуре. Это не просто, это не просто в синхронном переводе, особенно, если не знаешь эквивалента, то, ну, скорее всего, это описательно, так же сочно может не звучать. Скажем так, переводчик, который не склонен к тому, чтобы вести переговоры на дипломатическом уровне, который не желает служить, например, на благо своей Родины, на благо Отечества, возможно, ему просто не стоит принимать участие в подобных переговорах. Местами очень даже норм. Google-переводчик молодец. Особенно интересно, это тестируется на примере немецкого языка. Может быть, мои немецкие коллеги меня поправят, но, как и любой другой язык, немецкий язык очень идиоматичен и не всегда настолько прозрачен, мое личное мнение, как английский. И с некоторыми выражениями в немецком Google справляется просто великолепно. Ой, нет, почему же? Шотландцы, они замечательные, особенно те, кто виски гонит. Шотландцами обычно очень пугают, но вот те, кто задействован в этой сфере, они говорят очень медленно и очень понятно. Это вот из личной практики пример, поскольку часто приезжают представители именно Вискокурин и презентуют различные новые, ну, не марки, а именно годовыпуска продукции. И считается также, что, например, русский акцент в английском языке, он наиболее близок к шотландскому произношению. То есть, мне кажется, нет. Я не думаю, что сложность зависит именно от стандартизированного диалекта. Сложность восприятия на слух зависит исключительно от речевых особенностей. А дальше есть личные преференции. Например, я не то чтобы лучше воспринимаю американский английский, но мы же все смотрим американское телевидение, оно же проникло вообще во все дома и Нетфликс, и не Нетфликс, и все эти каналы. Поэтому он, может быть, мне лично проще и легче дается. При этом британский, он сразу как будто бы наводит порядок в голове. Он так чинно, с расстановкой, особенно когда это называется классическое произношение. А дальше все зависит от оратора. Австралийцы бывают очень сложными, а бывают очень и очень понятными и легкими, прям вот как родной русский. Считается, что лучший университет — Московский государственный английский университет. Я там училась, как и в любом университете, есть плюсы, есть минусы. В целом, благодаря нему я пришла в профессию. Синхронный перевод — это фриланс. Вот сколько он себе обозначит, столько и может зарабатывать. Я думаю, что средняя цена по рынку, она примерно в том же диапазоне, что и рынок заработной платы. Можно поставить себе желаемую планку — 100 тысяч в месяц, 200 тысяч в месяц, 30 тысяч в месяц. И дальше работать, работать на поиск заказчиков, поиск базы. Синхронный переводчик может работать в штате, и тогда его карьерный рост — это специализация в определенной тематике, ну, соответственно, повышение зарплаты внутри определенной компании. Синхронный переводчик может работать как фрилансер и может расширять постоянно палитру своих знаний и различных тематик. Для меня это карьерный рост — работать с как можно большим количеством заказчиков, различных мероприятий, различных тем, узнавать большое количество людей. Классический медицин, наверное, считается одной из прибыльных. Ну, по медицине проходит очень много мероприятий. Производственные тематики. Тематики бывают очень разные. От индустрии фитнеса, красоты, до металлопрокатки, до переработки различных алюминиевых сплавов, медицина, юриспруденция, политическая, конечно, тематика — одна из, ну, не то чтобы самых востребованных, но, пожалуй, это та, на которую именно заточено обучение синхронному переводу, по крайней мере, в советской и постсоветской школе. А вообще спектр очень широкий, включая бизнес, тренинги, включая коучинг, включая психологию. Разнообразие. Эта профессия дает невозможность общаться с большим количеством людей, дает возможность реализовать себя как коммуникатора, помогать людям понять друг друга, если они к этому стремятся. Иногда люди не стремятся понять друг друга, но переводчик там все равно стоит и переводит. Сейчас ничего не бесит. Раньше было много неуверенности, связанной с тем, что каждый раз ты приходишь, надеваешь наушники и не знаешь, что будет. Не знаешь, как будет говорить оратор, будет ли он запинаться, будет ли он бубнить. Может быть, он вообще ничего не скажет. И просто встанет и вылетит. Ну, потому что не хочет человек договориться. Вообще он не понял, зачем он пришел на эту встречу. Сейчас ничего вообще не бесит. Прекрасная профессия. Пробуйте, пытайтесь, обязательно верьте в себя. Выходите на различные мероприятия. Не стесняйтесь эмоционально переводить, не стесняйтесь идти за оратором. Отбросьте все социальные предубеждения, которые у вас могут быть. И просто слушайте и будьте в моменте. Я люблю жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok